Ребята, всем привет! В этом видеоуроке я покажу вам, как восстанавливать удаленные файлы с карты памяти, флешки, либо с жесткого диска внешнего или внутреннего, или, допустим, со смартфона или планшета, в котором не была установлена карта памяти, а вы удалили файлы с внутренней памяти устройства. Для этого мы будем использовать две программы, которые называются Recuva и RStudio. Почему две программы? Так как одна из них, возможно, не восстановит все файлы, и вам нужно будет сделать контрольную проверочку второй программой. Значит, где скачать? Давайте начнем с программы Recuva. В поиске в Google вбиваем либо русскими, либо английскими слово Recuva. Попадаем на первый официальный сайт. Открываем официальный сайт, нажимаем кнопочку «Скачать». Скачали программку. Во время, кстати, установки программы выберите язык, который вам необходим, потому что по умолчанию стоит английский. Значит, скачали программу, установили, появляется на рабочем столе вот такой вот ярлычок. Каска и жесткий диск. Значит, для примера, я подключил карту памяти на 2 гигабайта и засунул в карту памяти 10 картинок, чтобы вам показать, как этот процесс работает, как происходит. Значит, давайте... Вот он, 10 картиночек. Давайте сейчас я их удалю. Я их сейчас удалю. И мы сделали вид, как будто бы эти фотографии случайно удалились. Все, значит, удалил. И сейчас почистим корзинку. Почистил корзинку. Все, значит, этих файлов нет. Значит, запускаем программу. Значит, я нахожусь на рабочем столе, поэтому запускают имени администратора. Значит, запустили программу. Вот приветственное окно. Вас приветствует мастер Рыкова. Значит, читаем. Тут ознакомлюсь, кому интересно. Значит, открыли, нажимаем «Далее». Значит, здесь появится вот такая вот менюшка. Что нам нужно тут выбрать? Если, допустим, вы удалили картинки, фотографии, музыку, документы, если у вас все удалилось, выбираем параметр «Все файлы». Если, допустим, вы знаете, что вы удалили только файлы или какие-то картинки, соответственно, выбираем вот этот параметр. Вот. Значит, для меня вот он параметр. Вот этот выбранный. Картиночки. Значит, нажимаю «Далее» кнопочку. Следующее меню. Значит, давайте здесь разберемся по-быстрому. Значит, что здесь нужно выбрать? Если, допустим, вы не знаете, с какого места вы удалили фотографии или какие-то либо файлы, и вы не знаете, на каком разделе жесткого диска это все находилось, значит, выбираете «Точно неизвестно» параметр. Если вы знаете, что именно на карте памяти, значит, выбираете «Карта памяти». Если, допустим, вы удалили в папке «Мои документы» – «Мои документы», если в «Корзине» – «Корзина». Вот. Если, допустим, вы удалили файлы с внутренней памяти смартфона или планшета, или какого-то другого устройства, то предварительно устанавливаете все необходимые драйвера на свой компьютер, подключаете свой планшет или смартфон через USB к компьютеру. Если компьютер увидел ваше устройство, распознал, значит, соответственно, вы запускаете программку, вот, и нажимаете в указанном месте, и через кнопочку «Обзор» выбираете свой планшет. Вот, допустим, вот у меня диск «H» – это «Карта памяти». Значит, у вас, возможно, будет здесь планшет ваш. Ну, в моем случае, я выбираю просто на карте памяти, уставлю точку, нажимаю кнопочку «Далее». Значит, здесь вы можете, желательно, рекомендую включать, вот тут ставить галочку «Включить углубленный анализ». Эта программа будет более тщательно искать удаленные файлы. Я не буду ставить, чтобы по-быстрому это все сделать. Значит, нажимаю кнопочку «Включить». Вот, видите, моментально восстановились фотографии. Вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, все десять штук. Значит, теперь я выделяю каждую фотку птичкой. Вот, снизу ставлю птичку везде. Так, поставил. И снизу кнопочка «Восстановить». Нажимаю «Восстановить» кнопку. Теперь мне нужно выбрать, куда я буду восстанавливать свои фотографии. Я, допустим, сразу просто выберу диск «С». Вот, создам на диске «С» папку, которая будет называться «Раз, два, три, три нуля». К примеру. Вот, папочка «Три нуля», нажимаю «Восстановление». Завершено за 34 миллисекунды. Все тут окей, там, туда-сюда. Вот, значит, заходим в папочку «Диск С». Вот там «Четыре нуля». Смотрим. Все фотки восстановились. Отлично. Значит, теперь мы восстановили фотки. Закрываем эту программку. Значит, далее. Теперь давайте остановимся на программе, которая называется «Air Studio». Вообще, самая крутая программка, вот именно она. Она восстанавливает практически, наверное, все удаленные файлы. «Рекуа» слабенькая немножечко, но работает. Но «Air Studio» получше будет. Значит, если вы «Рекуа» не восстановили все файлы, то пробуем восстановить «Air Studio». Она, ну, процентов, наверное, 90 точно восстановит. Сто процентной гарантии никто вам не даст. Вот. Значит, 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 где его найти? Значит, в поиске вбиваем, там, допустим, русский «Air» «Air Studio». Выпадаем сразу на официальный сайт «Air Studio». Заходим на официальный сайт. И здесь ищем, там, вариант, кнопочку «Где скачать?» Ребят, если честно, я не знаю, в обычной версии будет она искать или не будет? То есть, возможно, тут будут какие-то ограничения по мегабайтам или гигабайтам. То есть, возможно, большое количество файлов вы в бесплатной версии не восстановите. Поэтому рекомендую воспользоваться поиском, найти программу «Air Studio» ломанную. То есть, взломанную, крякнутую, то есть, с ключом, с активационным ключом. Вот. Эту программу когда-то давно я находил, значит, установил взломанную программу. И восстанавливал свои фотографии удаленные. Где я, на каком сайте я скачивал эту программу, я не помню. И установочного файла у меня нет. Поэтому вопросы мне, пожалуйста, эти не задавайте. Я вам ничем помочь не смогу. В интернете есть все. Ищите, найдете. Значит, скачали программу, установили. Вот на рабочем столе у вас появится вот такой вот ярлычок. Он называется «Air Studio». Запускаем ее. Запускаем эту программку. И что мы видим? Значит, в левом окне у нас есть вариант выбора устройства, на котором вы удалили файлы. Допустим, вы удалили на жестком диске и выбираете жесткий диск. Вот у меня, допустим, жесткий диск фирмы... Я вот точно не помню. Степом CIGATE расшифровывается, или как-то я точно не помню. Вот он. Один жесткий диск, второй жесткий диск Hitachi. Вот. И третью у меня по номеру идет карта памяти. Диск H. Вот. Я думаю, вы разберетесь. Значит, я выбираю карту памяти. Вот диск H. Он подсветился такой синей полоской. Значит, теперь нажимаю кнопочку сверху, которая называется «Сканировать». Нажимаю «Сканировать». Значит, по умолчанию здесь установлены все параметры. Я ничего не изменяю. Вот. Нажимаю кнопку «Сканировать». Все. Сканирование понеслось. Значит, снизу мы смотрим. Значит, у нас показывает, сколько мегабайт уже просканировалось. Опять же, повторюсь, карта памяти на 2 гигабайта. Здесь вот полоска снизу. И указано процентов, сколько уже просканировалось. Значит, 15%. Значит, с левой, с правой стороны у нас вот такая вот сетка. Эта сетка, это, значит, получается, моя карта памяти разбита по секторам. То есть, по кластерам. В каждый вот этот сектор производится запись. Поэтому, если вы удалили какие-либо файлы, по 150 раз не засовывайте свою флешку или карту памяти в компьютер или в телефон. Не нужно там колдовать, что-то искать. Без специальных программ вы ничего не сделаете. Поэтому вы только усугубите обстановку. Вы при каждом включении происходит перезапись вот в эти вот ячеечки. И, возможно, в одной из этих ячеек находятся ваши фотографии или музыка или документы. И, соответственно, при каждом запуске происходит перезапись. Вот. И вы просто, возможно, не восстановите файлы целиком. Они будут битые. Или наполовину восстановленные. Вот. Значит, рекомендую ничего не делать. Возьмите, посмотрите там видео уроки на ютубах. Почитайте форумы, как люди восстанавливают. Пробуйте восстановить. Если у вас как бы не хватит ума на это, то, соответственно, берите флешку или карту памяти или телефон, идите в сервисный центр, в компьютерную мастерскую там, попросите ребят, объясните ситуацию, что удалили. Они вам восстановят. Но это будут восстановить, соответственно, за деньги. Это я вам показываю бесплатно, как это все сделать. Соответственно, если понравилось вам видео, то поставьте лайки. Значит, все. Сканирование завершено. Значит, сканирование завершено. Внизу в видео написано, сканирование диска аж завершено. Значит, дальше что нам нужно сделать? Нам нужно нажать вверху кнопку, которая называется «Показать содержимое диска». Нажимаем. Значит, я обычно выделяю все, что тут есть, чтобы все восстановить. Я вот нажимаю сверху сразу, ставлю птичку, галочку. И у меня выделяются все папки. И, соответственно, в этой части, в этой области выделяется тоже все. Все, я все выделил. И теперь нажимаю сверху кнопку, которая называется «Восстановить помеченные файлы». Наверное, не вижу, что там. Нажал. Значит, по умолчанию все тут оставляем, как и есть. Единственное, выбираем путь восстановления. Когда будут восстанавливаться ваши документы эти все. Я, допустим, выбираю, опять же, диск С. И теперь мы назовем папку, создадим, с названием «Три единицы». В прошлый раз у нас была папочка «Три нуля». Это была программа «Рекова». Сейчас будет «Три единички». Все, выбираю папочку. Нажимаю «Восстановить». Все, восстановилось. Значит, заходим опять на С. Заходим в папочку «Три единицы». И вот вы видели, что все фотки восстановились. Вот, значит, программку эту закрываем. Она больше не нужна. Значит, я не сохраняюсь. Вот. Значит, смотрим. Вот они две программки. Сразу, в первую очередь, пробуйте восстановить «Рековой». Если фотографии восстановились частично, а остальные не восстановились, пробуйте следующую программу, которая называется «Р Студио». Смотрите, в общем, видеоурок внимательно. В описании видео читайте, я все напишу, что и как. Все у вас получится. Верьте в себя. То есть, и обезьяны учатся, и вы научитесь. Так что, все будет отлично. Подписывайтесь на мой видеоканал. Ставьте лайки, ребята. Всем спасибо за просмотр. Видео было долгое. Быстро я вам не объяснил бы. Если есть такие видеоканалы, где объясняю за 30 секунд, то можете подписываться на них. Я пытаюсь всегда все подробно объяснять, разжевать и в рот положить, чтобы вы понимали. То есть, чтобы доступно и понятно, ребята. Значит, на этом все. Заканчивая запись видео. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok